МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Акмедова. Здравствуйте. В начале выпуска по традиции коротко о главном. Проверки, штрафы и выдворение страны. Сотрудники МВД Дагестана выявили более 50 мигрантов. Об этом через минуту. Все началось с теплого шарфика. Жители Ленингкента объединились, чтобы помочь пострадавшим в Курске. Поддержка родных, чьи близкие пали на пути ислама. Ежемесячная денежная сумма будет выплачиваться семьям погибших богословок и религиозных деятелей. Подробности в выпуске. Диалог на равных. Титулованные дагестанские бойцы провели встречи с молодежью Махачкалу. Два крупных дела о хищении бюджетных средств выявила УФСБ России по Дагестану. Заместитель директора строительной компании «Промстрой» Гаджиев получил два года условно за мошенничество 46 миллионами рублей при строительстве водовода в селе Гоор Шамильского района. Также на три года условно осужден генеральный директор агропредприятия «Каспий Ясагуров» за хищение 3 миллионов рублей бюджетных субсидий. В обоих случаях использовались поддельные документы, а решения суда уже вступили в силу. 98 несанкционированных свалок выявил Ростельхознадзор в начале года в республике. Их обнаружили на землях сельхозназначения в Кизелюртовском, Чародинском, Казбековском и Буйнакском районах. Общая площадь загрязненных территорий составила 60 тысяч квадратных метров. Это как 10 футбольных полей. Владельцам земельных участков были направлены предостережения, после чего мусорные свалки были устранены, сообщили ведомстве. Работа по выявлению несанкционированных свалок, твердых коммунальных отходов производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения продолжается и находится на постоянном контроле управления. Нелегалы на территории России. Сотрудники МВД Дагестана совершили неожиданный визит на строительные объекты. В ходе проверки были выявлены более 50 мигрантов. На них составили протоколы. За такие правонарушения предусмотрены штрафы и выдворения из страны. Вы гражданин какой страны? Азербайджан. Азербайджан? Как давно находитесь в Российской Федерации? Я думаю, наверное. 5 ноября приехали. Специалисты отмечают, что соблюдение миграционных норм важно для обеспечения безопасности и порядка в регионе. Уважаемые жители, гости нашей республики, в республике проходит четвертый этап профилактической операции. Нелегальный мигрант. Цель и задача этой операции ККВ – это, в первую очередь, против действия незаконной миграции. 51 мигрантов, которые находились в строительных площадках в нарушении миграционного законодательства. Что им грозит? За каждый мигрант, который не заключил с миграционным договор, юрлицо может понести наказание. Штраф от 250 до 800 тысяч. Жители Ленинкента объединились, чтобы помочь пострадавшим в Курске. От теплого шарфа, 9-летней камилы, до гуманитарного груза от гимназии номер 35. Каждый внес свою частичку сердца. Более ста коробок добра уже отправились к адресатам. О стиле единства и заботы – в сюжете моих коллег. 6 августа стало страшным днем для жителей Курска. Именно в тот день украинские войска начали боевые действия. Разрушения коснулись всех – детей, женщин, стариков. Теперь население каждый день преследует страх за себя и за жизнь своей семьи. Жители Ленинкента не стали закрывать глаза на беду и объединились, чтобы помочь тем, кто оказался в нужде. 9-летняя Камила – девочка с большим сердцем. У нее есть любимый теплый шарф, который она носит в холодные дни. Но когда она узнала о трудностях детей в Курске, в ее душе проснулось искреннее желание помочь. Несмотря на то, что этот шарф так важен для нее, Камила поняла, что кому-то он нужнее и отдала его. В этом простом, но огромном жесте заключена вся доброта ее детской души. Я хочу его отдать детям из Курска, потому что там холоднее, чем у нас. И им нужнее. Саида Курбанова – взрослая женщина с доброй душой. Не заботясь о собственном здоровье, она решила пожертвовать своей пенсией, чтобы купить необходимые лекарства для жителей Курска. В этом поступке скрыта огромная сила человеческого нрава. Несмотря на то, что мы разные религии, разные национальности, но мы один народ, мы Россия. Поэтому во благо победы, во благо общей победы должны все внести свой непосильный вклад. Гимназия номер 35 также не осталась в стороне. Учителя, ученики и родители собрали гуманитарный груз для мирных граждан Курской области. Медикаменты, теплую одежду, постельные принадлежности, продукты и многое другое. Около ста коробок уже отправились через Народный фронт в Курск, чтобы поддержать тех, кто сегодня особенно нуждается в заботе и теплоте. Уже более 600 посылок мы отправили вместе с нашим замечательным, уникальным Народным фронтом на передовую. Такие поступки выражают истинный дагестанский дух, борьбу за справедливость и взаимную поддержку граждан России. Мухтар Курахмаев, Зухра Амарова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Проблемы математического образования требуют современных решений. Международная научно-практическая конференция прошла в гуманитарном педагогическом колледже. В ней приняли участие кандидаты в педагогических наук из регионов России и СНГ. Основные проблемы, с которыми сталкиваются учители, в основном начальных классов, это неопределенность во многих конкретных вопросах, которые хотя описаны в стандартах, но есть моменты, связанные в частности с математической культурой. Нет конкретного определения этому понятию. Но вместе с тем мы кругом говорим о нем, мы и работаем над ним, а определения нет. Вот одна из тех проблем, что сегодня будет посвящено. Спикеры в докладах говорили о сложностях преподавания математики и о необходимости использования новых методов обучения. Мероприятие было посвящено памяти доктора педагогических наук профессора Ханали Шахалиева. Организаторы выразили надежду, что конференция станет важным шагом в деле сохранения научного наследия ученого и развития математического образования. Министерство образования и науки Республики полностью поддерживает такие конференции. Жизнь 21 века связана с математикой и цифрами, цифровизацией, структурой и так далее. Это фундамент современного 21 века, я даже так считаю. И работа Шахалиева имеет основу фундамента, поэтому она посвящена памяти Шахалиева, но при этом продолжается это направление работы. И очень отрадно, что гуманитарно-педагогический колледж уже третий раз проводит такую конференцию. Ежемесячная денежная сумма будет выплачиваться семьям погибших богословов и религиозных деятелей. Об этом было сказано на встрече Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди с родными тех, кто пал на пути ислама. Выплата будет осуществляться благотворительным фондом Инсан. Наша цель была оказать им финансовую помощь, которую мы будем оказывать ежемесячно. Это благотворительный фонд Инсан и парк Шахидов. С бизнеса, который у нас есть, гостиница, которая была нам передана в Акву, и со сквера Шахидов, ежемесячно мы будем выплачивать материальную помощь семьям тех людей, которые отдали жизнь на пути ислама. В ходе беседы было отмечено, что религиозные деятели всегда трудились на благо общества. Они старались донести до каждого истинные духовно-нравственные ценности. Муфтий республики подчеркнул, что потомки продолжают дело своих отцов и достигают в этом больших успехов. Когда самых лучших, энергичных, грамотных забрали, и в этом случае ислам не остановился. Ислам продолжал и продолжает развиваться, распространиться. Мы должны знать, быть уверены в том, что все происходит по воле Аллаха. Должны надеяться на Всевышнего. Я еще хочу благодарить потомков, детей, окружения тех шахидов. Вроде бы их убили враги ислама, чтобы пугать людей, чтобы люди от ислама отвернулись. А вы представляете, наоборот, дети еще лучше начали работать. Например, Саид Мухаммада сын, ну их дети. Вот Куран Мухаммада сын, дети их. Другие, если кого бы не назвать, например, Максуда убили, его брат стал на его место. Вот любого шахида возьми, его дети заменили их. Вот это хорошо, вот этим я радуюсь и благодарю Аллаха. Алхамду лиллах. Диалог на равных. Титулованные дагестанские бойцы провели встречу с молодежью Махачкалы. Чемпионы ведущих мировых лиг рассказали юным спортсменам из клуба Водови Гасанова о своей истории успеха. Тему продолжит Курбан Рагимов. Памятное фото, живое общение и возможность примерить на себя чемпионский пояс. Юные спортсмены давно ждали встречи со своими именитыми гостями. Пообщаться с подрастающим поколением пришли лучшие бойцы различных лиг ММА и грэплинга вместе с начальником спорту управления Махачкалы Мурадом Мирзагаджиевым. Дети задавали интересующие их вопросы и получали ценные советы и наставления. Когда я был маленький, летом могли прийти какие-то спортсмены на одном уровне поговорить и объяснить, как они добились успеха, как какие-то трудности, как они преодолели и вообще как они стали чемпионами. Нам, к сожалению, не могли с ними так пообщаться, как мы сегодня пришли и поделились своим опытом с молодыми спортсменами. Каждый пытался задать вопрос, им это было максимально интересно и они хотели получить на какие-то свои вопросы, ответы. Я думаю, мы максимально дали ответы на эти интересующие вопросы и это будет на них максимально полезнее. Ислам Амаров, Рашид Магомедов, Мансур Малачиев, Руслан Абдулаев и Рамазан Гасанов. У каждого из этих чемпионов своя история успеха, но все они добивались побед благодаря упорству и трудолюбию. Бойцы говорили о своих первых шагах в спорте и переломных моментах, а также делились советами по сгонке веса и преодолению предстартового волнения. Беседа собрало около 200 молодых спортсменов. Я в дальнем видел такое мероприятие, которое организовывается спортсменами, да. Это нас сегодня очень нужно, важно, чтобы наши подрастающие поколения воспитывались, сравнялись на этих спортсменов, сравнялись на них. И я думаю, что такие встречи надо провести постоянно, приходят в зал и общаться с детьми. Это наше будущее поколение, и мы даже за них переживаем. И хочу сказать, что очень большую работу провели, мы это видим. Думаю, что в дальнейшем, чтобы Гурдум тоже это было как вида, что вот так надо воспитывать. На самом деле, очень понравилось ребятам, все были в восторге. Они смотрят по телевизору экрана, смотрят на их бои и стараются подражать им. Постоянно спрашивают про разных бойцов, друг другу говорят, кто должен выиграть, кто должен проиграть. И когда они увидели самих бойцов, живую, когда они увидели, у них уже такие эмоции были непередаваемые. После такой теплой встречи спортсмены с мировым именем обязательно вернутся в этот зал. Следующий визит чемпионов планируется в формате мастер-класса. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok